Непригодными для жилья признали больше 20 домов области Улытау. В них проживают 92 человека. В регионе завершили обследование подтопленных паводком жилищ. Сейчас пострадавшим оказывают помощь как местные власти, так и рядовые граждане. Потребности в следующем материале. 22 дома в Улытаусском и Женаркинском районах области признали непригодными для жилья после паводка. Последние две недели в зонах затопления работала комиссия, чтобы определить масштабы нанесенного ущерба. На данный момент все необходимые процедуры завершены. В комиссии были проведены акты отследований с участием аккредитованных организаций. На сегодняшний день ожидаем результаты оценки. По итогам оценки будет принято решение. Те дома, которые получится восстанавливаться, будут восстанавливаться. А те дома, которые по итогам оценки необходимо построить, будут построены. На эти цели задействуют финансовые резервы местных исполнительных органов. Предусмотрены на случай возникновения ЧАЭС. Для оказания материальной помощи жителям из районных бюджетов выделены средства из расчета по 100 МРП на семью. Начать их выдачу планируют после 15 апреля. Помимо этого, в нашей области работает общественный фонд «ТАЛАП». Крупным предприятиям и организациям области направлены письма об оказании помощи пострадавшим. Также на республиканском уровне работает фонд «ДИМИУ». Туда аккумулируются средства по всей республике. В случае недостаточности тех средств, которые будут выделяться с районного бюджета, с резервов Акимов районов, будет направлена заявка на выделение средств из фонда «ДИМИУ». Не остались в стороне и рядовые граждане. Землякам собрали предметы первой необходимости, продукты, одежду. Люди помогают, чем могут. Так, садпевец Нурсултан Танатов, владелец небольшой фирмы, вместе с работниками забрал из затопленных домов около 50 ковров. Бесплатно почистил и высушил. «Кришлось нелегко, но мы знали – это помощь людям, которые оказались в трудной жизненной ситуации. Отрадно, что нашему примеру последовали и другие». Жители области помогают пострадавшим и в соседних регионах страны. В Жасказгане работает штаб по сбору гуманитарной помощи. По словам его организаторов, люди активно подключились к благому делу. Болжан Бесенова, Елизавета Шалина, Нурболус Дикпаев, Нурдавлет Аманкешев, 24КЗ, область Улытау.